Будем надеяться, что это не история этого миража, и здесь винстрайки начнут с чистого листа. На секундочку представим, что эта команда действительно обладает всеми необходимыми качествами, ну и претендует на победу в этой серии BO3. Ну что, нужно действительно забыть нюк, и сейчас, как с чистого листа, действительно выйти и раздать. Но это будет непросто, потому что есть фурия, которая, наоборот, после предыдущего нючка еще жестче. Я думаю, там все по моральке, парни. Сейчас, наверное, обсудили, давайте быстро на двух. Завершим это BO3 противостояние. Ну давайте смотреть, пять ямам. Все довольно просто в исполнении фурии. Кстати, интересное решение поджим ковров от Бумыча, и это та позиция, которую бразильцы, ну, с большой вероятностью не будут ожидать. Тройной выпад под флеш должен быть, но тут ребята хотели подсадиться, небольшая паника. Три в два опасно, есть флешки, но они... Знаешь, Квик действовал под флешку, но, опять-таки же, уверенности в его мувах не хватило. Пошла флешка, мув, забыли раз прочекать, и такой не очень хороший размен, равный 2 в 2, 3 в 3 ситуация. Ну, знаешь, там все остаются. Минус от Арта, Ксерата забирает твоего Эндора, последний Бумыч. Вот знаешь, как все это время Бумыч находился в коврах и ничего не сделал. Первый минус есть, остается Арт, но времени не так уже много. Дефюзки, ты есть у Бумыча, это хорошие новости. Арт, Арт. Арт, выйди. Да ладно, Бумыч! Просто это даже не ниндзю дифуз, это просто дифуз в тупую. Про не фейкуют. Про не фейкуют. Это жесть. 1-0 за Винстрайк. Что случилось? Фурия. Ну, была бомба, поэтому есть варианты. Калаш, арморы пошли, сейчас будет попытка перевернуть. Это чудо, это чудо, с которого начинает команда Винстрайк. Действительно, ну, очень аккуратно Арт действовал с пистолетом, будучи сотым, имея в руках по 250-й. Мог выходить, чекать, дергать, но он как-то побоялся, наверное, высовываться на Бумыча, зная, что этот парень опасный. Ну, Бумыч, конечно, красавчик. Бумыч просто взял и раздефьюзил. Итак, агрессия на центре карты от Ворда Дита. Форсированная закупка от Фурия Спорс. Три АК-47-х, два дигла по раскидке. Также вроде бы, ну, есть, скажем, гранаты для того, чтобы показать нам какой-то выход. Ворда Дит. Эйбл забрал этот дигл. Смотри, выходили, все смотрели там коннектор, окно. Вот никто не контролировал себе нижнюю позицию поджима, хотя казалось, что знают. Размен за Винстрайк. Нет, Юрий! Ну, не-не-не-не-не. Все, не получится ничего. Два в один неплохо разменялись. И теперь, главное, не нафейлиться против Ксерата. Ну, заметьте, очень агрессивно действовали Винстрайки в этом раунде. Поджим центра карты, поджим базы Б. И в итоге это работает. Ксерата один против двоих. Вот здесь Норберту надо выиграть эту перестрелку, с чем он, собственно, справляется без проблем. Конечно, могло полететь. В теории по голове залететь. Ну, в принципе, все правильно. Сделал Норберт. Сидеть там на бомбе. Лучше, наверное, было как раз выйти и пикнуть, подавить соперника на РСП. Кстати, вот знаешь, нравится то, как сыграли Винстрайки с позиции силы. Они не боялись форсированной закупки. Они диктовали условия в прошлом раунде и заслуженно одержали победу. Да, оказалось, что там будет моментальный размен в центре. И вообще эти калаши как раз и поджимы себя не реализуют. А получилось все с точностью, да наоборот. Вот, и так, тег, ЦЗшечка, что по смокам, три штуки. Четыре матча Норберта. Ну, вот, собственно, так и надо действовать. Не давать бразильцам реализовывать свои рабочие раунды. Да, он не дождался, пока ему прилетят флешки из смоки. Он сам пошел, дал минус, отошел вглубь линта, дождался хелпы. О, ошибка от Вейлендера, но Норберт... Вот теперь у Норберта проблемы. Пропротенько надо теперь, да. Не открывается фурия. Как жестко действует Ксерата. Что происходит? Четыре в три, красный Юрий, один хп у него, поджим со спины. Вот это важно. Он не дал поставить бомбу, сделал два минуса. Ну, и, по сути, наломал все планы для фурии спортс в этом раунде. Все, три хп у Арта, минус Юрий. Это... Слушай, какие сложные раунды, это только начало. Винстрайк 3-0, это кажется хорошо, но... Ну, знаешь, опять-таки же, за счет того, что играют нагло, агрессивно ребята из Винстрайка, поджимают подвал, жмут центр карты, жмут базу Б. Это то, что, ну, вот... Клин-клином вышибает. Да, не дает бразильцам прочувствовать те самые идеальные для них тайминги. Да не Раша, это их Раша. Ну, что такое, как так? Это незаконно. Что такое? Восстановитесь, Винстрайк. Но нет, сейчас, конечно, все будет намного сложнее с девайсами. Четыре калаша СГ и размен уже в начале раунда. Хотя нет, в пользу Винстрайка. Валдедит все-таки каким-то образом щелкнул Арта. Да, не отпускает бразильца, но есть размен от Юриха. Гоша выключает. 3 в 3 ситуация. Но по-прежнему есть снайпер у команды Винстрайка. Это Норберт. Опорник базы Б, если я не ошибаюсь. Да, именно так. Ну, а вот агрессия со стороны Бумыча. МП-5 Неви. Ну, по крайней мере, дает дополнительную информацию сейчас ребятам из Винстрайка. Ну, и просто хотя бы одного минусуешь, передаешь информацию, то, что это Ай. По крайней мере, ребята там хоть раньше на 3-4 секунды окажутся на точке. Ну, что, проверят Бумычу или нет? Должны. Должны 100%. Ну, знаешь, коварная позиция у Бумыча. Проверяют. Сейчас все проверяют этот верх, по идее. Ну, ой-ой-ой. Нет, нет. Бумыч видит первого. Не будет стрелять. Все четко делает Кирилл. Должны заметить второго. Первый. Второй. Идеально. Просто идеально. Фурия. Пора тоже вот просыпаться. Не про человека или Бумыча, пока действительно магия какая-то Бумыча вернулась. С 6-летнего раунда он творит чудеса. Ксерата опасна. Пацаны, а что вы придумали? Вейлендер упал прямо на прицел ксерата. Кто-то сделал первый минус. Ну, что Бумыч? В планете, опять-таки же, позиция не считается. Позиционно Бумыч выигрывает этот раунд. Изи катка для Кирилла. 4-0. Винстрайк мощно начинает на выборе соперника. Ну что ж, друзья. Таким темпом так действительно и до оверпасса можно дойти. Вот то, что я очень хотел посмотреть в матчапе. Винстрайк. Фурия. Действительно может случиться. Команда Винстрайка очень быстро возвращается, по крайней мере, по морали, да, в это было три противостояния. О победе пока рано говорить. Это всего лишь 4-0. Кстати, вы знаете, что-то подобное вы наблюдали во вчерашнем игровом дне, когда Фурия точно так же на своей карте не могла собраться в атаке. Ну, опять-таки же, рано говорить. Пока что счет 4-0. Впереди больше половины раундов. Так что не будем Фурию списывать со счетов. Форсированная закупка. 4, точнее, 5 пистолетов. 4 ЦЗшки, 1 тег, 9-ый. Про скидки. Попытка выхода на базу Б. И здесь пока что справляются. Винстрайки 2 минуса от Вэйлендера. Тут уже все. Тут уже все. И это простейший раунд для Винстрайка. 5-0. Ну что? Квадра от Вэя. Знаешь, это давненько не было так сказать. Вэй сделал квадрокилл. Нормально. Здесь были пистолеты. В общем-то, проблем для него не было. Пистолеты, арморы, раскидка здесь. Ну, была коварная задумочка у бразильцев. Но, опять-таки же, прочитаны и обезврежены. Там сразу изначально двое было. Третий в халпе прибежал. Еще один. Ну, жестко. Жестко пока. Классно защищается Винстрайк. Это не может не радовать фанатов из СНГ региона, друзья. Ну, смотрим за предложением. Важнейший оружейный раунд для Фурии в первую очередь. Им нужна теперь уже серия. Им нужно 2-3 подряд сейчас выиграть, чтобы чуть-чуть вернуться в эту встречу. Ну и посмотрим, что будут предлагать ребята. Пока это больше похоже на дефолт. Но, если честно, даже думал, возможно, сплит. Но нет, подсадки. Идеальные тайминги. Сирата делает минус Норберт. Квик смещается на базу B. Ну, просто идеальное преступление. Великолепно действует Фурия и Спортс. 3 в 5. Бомба не может решиться, куда же идти. Там А, Б, вот наконец-то все принимает решение вернуться на Аплент через Респаун. Трое уже. Игрок Ану 2 в коннекторе, 1 в джангле. Вы это все видите по мини-карте. Квик не может даже вот сюда в хелпу выйти. На Длпане есть игрок, но это не АВП, поэтому там ваншот тоже, скорее всего, не залетит. И, в общем-то, ситуация удручающая. Более, чем достаточно гранат у бразильцев, так что по-хорошему должны забирать этот раунд налегке. Бум и чай ищут там с бомбой, проверяют там. Кстати, вот плюс, который получили ребята из Винстрайка, это поджим базы B со стороны Вейлендера. И, ну, Вей идет очень быстро. Через считанные секунды он окажется в спине игроков, которые выносят бомбу. Покажите Вейлендера. Его слышали, по-моему. Смотри, давай яму посмотрим. Нет. Есть первый. Нет, второй вертуха от Винни. Как неудачно все получилось. Ну, знаешь, вот скорость, с которой передвигался Вейлендер в спину своему сопернику, она была действительно хороша. Он практически врасплох застал команду Фурии Спортс. Но вот стрельбы, моменты и где-то везения не хватило игроку Винстрайка. Ну что же, пока по одному фрагу мы видим у Эбла и Винни. Тоже ребята пока еще как-то не разогрелись на карте Мираж. Но мы понимаем, что основная их сторона это тоже защита. Вопрос, сколько они смогут взять здесь за атаку. И, конечно же, смогут ли там все как можно быстрее закончить Винстрайка второй половине. Но тут уже начинаешь думать о том, что так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Еще один раунд, минус экономика. По сути так и есть. Может быть очень быстрый возврат быть. Один раунд и минус деньги у Винстрайка. И это то, чего так долго добивается Фурии Спортс. Бумыч со вторым ОВП. Сначала Норберту он прилетел. Подумал, возможно, на Б поставят. Так, опять-таки же, насколько я понимаю, это коэффициенты конкретно на карту Мираж. 1,7 на Винстрайк. 2,08 на победу Фурии Спортс. Друзья, не забывайте, для тех, кто недавно подключился. Только что команда Фурия просто уничтожила на карте Денюк команду Винстрайк. Это был пик Винстрайка. И теперь вроде бы своя карта. Но не все так просто. Винстрайк пытаются забрать Мираж себе. Но вот первый раунд только что забрали бразильцы. Посмотрим, смогут ли они развить свой успех, дать серию, выбить экономику. И, может быть, даже выиграть первую половину. Может быть, даже с хорошим счетом. 9-6 каким-нибудь. Ну, знаешь, мы видели много неоднозначных раундов. Начиная с пистолетного, где Фурия должна была забирать. Но все же чего-то не хватало. Да. Где-то везение, где-то тайминга сыграли не в их пользу. Где-то действительно Винстрайки были хороши. И, в первую очередь, это касается их агрессивных действий. Поджимы, базы Б, ямы. Но это то, что помогает Винстрайкам лидировать на второй карте в этой серии Best of 3. Итак, Бумыч по первому таймингу с авиком смотрел яму. Потом отошел назад на позицию Дулпана. Понимаю, что он здесь чуть ли не один, здесь на пленте. Вот хелпует ему Квик. Ну, в принципе, там уже и в джангл. Подтянулся в WorldEdit. Вот так вот авиками они ожидают. Хотят принять точку А. Такими диагональными прострелами. Но, в принципе, это тоже такой себе вариант. Там могут сейчас прилететь огромное количество смоков. И оба авика просто максимум, что смогут, это нашивать смок. Ну, и убить игрока, который выходит с ковров. Ну, кстати, идеальное решение для Фурии Спортс. Отталкиваясь от того, что мы с вами видим. Два ВП. Если бразильцы реализуют раунд с четкой раскидкой. Гранаты, которые отрежут снайперские винтовки, не дадут им реализовать себя. Это то, что нужно бразильцам для второго подряд раунда. Так, что это? Это где? Яму? Яму забрал. Сейчас ждем выхода также с ковров. Там есть игрок. Но WorldEdit тоже туда может посматривать. Вот это бомба. Если его не закрыли. Закрыли WorldEdit. И забрали Бумыча. Ну, как же так? Как же так это происходит? 4 в 4. Бомба установлена. Ну, и непростое выбивание ожидает команду WinStrike. Коннектор. Ксерата принимает шорт. Но Арберт минус 2. Отлично. Еще можно забрать этот раунд 2 в 2 ситуация. Игрок один в центре карты. Ну, посмотри, где находится... Да, оба. Вот, Ксерата. Ксерата в коннекторе. Бомба стоит как раз-таки на него. Арт в коврах. И, знаешь, вот... Обезорудить этих парней будет сложно. Есть смок и диффузы. Посмотрим. Хаешечка. Неужели еще один будет диффуз от WinStrike? Да, да. Это он. Как не повезло. То ли секунды не хватает Ксерата, чтобы взять этот раунд для команды Fury Sports. Ну, что, браво, Норберт. Вот, браво, WinStrike. Все красавчики. Четко сработали. 2 в 4 потащили. Да, моментальные 2 минуса от Норберта. Похранил парочку бразильцев, которые пытались ворваться на контровский спаун. Ну, а дальше под смачок разминировал бомбу. И это вторая близкая бомба для WinStrike в первой половине. А это было бы уже 5-2. Скорее всего, экономически 5-3. И уже совершенно другой счет на табло. Важнейший раунд тащит WinStrike. Ну что, смотрим. Ресет такой себе получается для Fury. Нужно сразу же забирать раунд. Так, хороший поджим. Вейллендер вместе с Бумучем делает по минусу. Ну что, Квик под коврами. На него большая ставка. Ошибка от Ворда Тита. Ой-ой-ой. Очень важный минус от Винни. Ну и ситуация Винни против двух соперников. По нему только что прошла информация. И он не забирает джангли Норберта. Знаешь, дерзкий, молодой, горячий организм, который вышел, не побоялся этой перестрелки и забрал действительно важнейший раунд для WinStrike. Знаешь, два подряд это то, что позволило WinStrike им уронить экономику бразильцев. Ну и теперь рассчитывая действительно на шикарную первую половину. Какие-то зеркальные матчи у нас, да. Сначала одна команда не может дышаться. Они с чем-то похожи, но в тот же момент абсолютно разные. Бразильцы близки к победам в раунде. Им не хватает самую малость. WinStrike так близко не подбирались. Да, и бразильцы играли нюк за атаку. Ну а здесь это пока что WinStrike за свою сильную сторону играют. И играют неплохо, но опять же у бразильцев действительно все частенько очень близко. И вновь это будет аплэнд. Три дыма, сколько? Три дигла, глок и по 250. Ну попытаются бразильцы поставить бомбу в этом раунде и хоть как-то забустить свою экономику. Ну что же, Славочка. Ворлд ведет отличная игра. Есть ответ от Винни. Неплохо, а девайс бы забрать Винни авик. Да, это плюс снайперская винтовка. А вот это интересно. Ну что, давай, Винни, в яму. Там в спине опять-таки же игрок. Вейлендер уже в спине у бразильцев. Ну вот, собственно, Вей должен хранить АВП. Ну что, минус Юрий. Тут размен от Винни. И плюс девайс нужно подбирать и возвращаться здесь, принимать точку. В этот момент, конечно же, выходит команда WinStrike. Понимаю, что это и будет происходить. Ну и отстрел давайте посмотрим. Минус авик. Это очень важно. И два дигла. Да, тут без шансов. Идеальное выбивание от WinStrike. Но все же дали поставить бомбу. При этом потеряли два комплекта девайсов. Фурия, скажем так, задачу минимум выполнила. Да, но остается шесть раундов до конца половины. Ну и пока что все шансы есть у WinStrike. Вообще полностью уничтожить своих соперников. Но главное не расклеиться. Все-таки уже Фурия посмотрела эту защиту. Уже кое-что. Какие-то выводы для себя ребята сделали. Там как выходить на А. Вообще стоит ли туда играть. Либо все-таки вернуться к своим изначальным раундам под точкой Б. Ну и обычно в конце все-таки какие-то раунды атака отжимают. Ну посмотрим. Ну либо атака, либо защита та команда, которая проигрывает. По-хорошему бразильцы должны были, ну как минимум раскусить одну фишку. Максимально быстро оказываются WinStrike в спине своего соперника. О чем это говорит? О том, что они играют агрессивно. И моментами, ну вот эту агрессию надо как-то останавливать. И возможно ее, да, можно хорошо подловить. Возможно фейк разыграть. Ну сейчас вот разыгрывать раунд, там запускать одного-двух игроков на точку. Ну это тоже такой себе вариант. Возможно не самый лучший. Ну и перестреливаться. Против снайперской винтовки не самое лучшее решение. Но здесь поменяли позицию. Здесь должен был быть Norbert саугом. Оказался WorldEdit с авиком. И тут тоже себе такой вот нежданчик небольшой произошел. Мобильность снайперской винтовки это залог успеха на карте Mirage. Когда АВП двигается по всем просторам Mirage, действительно играть против такого снайпера очень неудобно. И посмотри, WorldEdit уже на дулпане. Был только что минус на точке B. Теперь он уже принимает аплэнт. И даже коннектор там со второго этажа может пострелять. Ну пока что все читается. Но вот единственное, все-таки сплит на B может сработать при определенном раскладе. Вот если сейчас Norbert в спину удадут, а тут просто портится апдауна. Залетело. Тайминги, тайминги, еще раз тайминги. 2 в 5. Винни и Юрих. Смотри, куда просочился Юрих. Две спины. Видит первого. Нет, справляется с Квиком. Наверное, пытался выцеливать уже ковры. И в этот же момент Квик появился на прицеле. А может быть просто хотел второго увидеть в этот момент. Потому что Юрий не стрелял. Так, там Винник разобрался. Промах от WorldEdit плюс информация для Винни. 20 секунд до конца раунда у Винни. Конечно, сложнейшая ситуация. Речь о взятии раунда не идет. Но вот навредить экономикой соперникам и не постараются. 9-1. Виндстрайки настроены ответно громить своего соперника на их же карте. Знаешь, что у нас происходит? Что происходит с матчами сегодня, парни? Где борьба? Ну, теперь уже точно. Если на первой и второй карте нет борьбы. Ну, вот знаешь... По классике на третьей допы. Тревожный звоночек. Карта оверпасс, да? Да, да, да. Вот как раз-таки получим ответы на наши вопросы. Бывали, это случайность, вчерашняя атака Фурии на оверпассе. Либо это действительно, ну, какая-то сыроватость и односторонность. Ну, вкратце, в двух словах. В атаке Фурия не могла подойти к B-plantу. Не то, что они до банана не могли дойти. Их просто уничтожали. Везде отличный поджим Ямы от Бумыча. Вновь интрекил. Два караунд, грубо говоря, сейчас в исполнении Фурия. Но с определенными девайсами. Ну, знаешь, все получается у Виндстрайк. И точно так же, как и во вчерашнем игровом дне у героек, с каждым раундом они действовали все увереннее и увереннее. Если первые давались проблемно, то последующие все более и более, как, вот знаешь, снежный комок. Что случилось с Нюком тогда вообще? Где они были? Может быть, это не они играли вообще? Какие-то люди на их компьютере? Знаете, вот бразильцы морально падают, когда отдают уже солидную серию раундов. Вот эти два дефьюза, они окончательно их поломали. 10-1. Должна быть оружейная закупочка в Фурии Спортс. Ну и, возможно, под концовку первой половины мы увидим действительно что-то вменяемое в исполнении бразильского коллектива. По фрагам, Эйбл, 1-10. Вот у кого сейчас не летит, так это у этого парня. Вообще просто выключился на мираже. Опять же, снайперу сразу здесь как-то стало сложнее. Вообще мы особо от арта ничего и не видим. Но, возможно, конечно, в второй половине он себе еще покажет и компенсирует. Ну что, флешка прошла. Это на кураже называется, но это ошибка. Ворда Дид пытался удивить бразильских игроков на центре карты, но за это поплатился жизнью. И, кстати, странно, что на размен никто не вышел. Ну, рискнул в этом моменте, когда после флешки оставался. Рискнул, так рискнул. Дальше не заметил, смог, не получилось пострелить соперника. Смотри, как расположена защита. Все игроки уходят с базы А. Я про команду Виндстрайк. Уже возвращаются, но уже поздно. Хотя Квик дает минус коврах. Вот он и Бумыч выходит с длупана и дает информацию, что они уже вышли. Сколько? Я не знаю. Но теперь уже Квик увидел. Минимум два игрока есть. Куда они летят? К Сиратам. А где раскидка? Бразильцы просто без гранат пытаются пройти укрепление команды Виндстрайков. Ну, тут уже Квик немного переиграл. Как-то уже два игрока на него вышли в этот момент. Тут вообще без шансов его забирают. Три в три. Бомба по-прежнему на Тетрисе где-то возле Ямы. И в принципе... Ну, ждут бразильцы ошибки со стороны Виндстрайков. Особо гранат у Фурии нет. Соответственно, ну, только какие-то ошибки попытаются реализовать. Ну, Вейлендеру, ну, нет смысла уже поджимать спину. Но это уже будет перебор. Давай уже сюда приходи на точку. Отличный момент для Абумыча. Принимает Эйбл, у которого по-прежнему не залетает. Юрий на размене. Из смока выходит очень даже смачно. Залетает у Норберта. Не без проблем, но забирает Норберт Арта. И с вертухи выключает еще и основного бомбардира команды Фурия и Спорт. 11-1. И заметь, уже видно, что бразильцы посыпались. Даже раздобыв численный перевес, ну, вот, реализовать это преимущество так и не сумели. Ну, вот, выходить на третью карту после победы на вторую очень даже приятно. Я, если честно, не понял вообще, как это происходило. Вот когда у тебя выходят пять игроков на плент, и они под шифтом начинают искать какие-то позиции. Зачем? У вас были гранаты. Как-то по одному там выходили на квика, тоже непонятно. Был смок, можно было закрыться, дать флеш от плентаса, попытаться играть. Странное решение, но, опять-таки же, это решение Фурии Спорт. Пока что очень странная БО-3. Видимо, все-таки оверпасс нам подарит замечательную борьбу. Опять же, раунды на Б от Фурии однозначно должны быть. Какие-то попытки вот новые, как сыграть на А, как пройти фонтан, как вообще на точку А выйти им в атаке. Бувин страйк с вейтом задача, им нужно, во-первых, остановить эти выходы на точку Б. Так, а вот знаешь, это уже похоже на коэффициенты на победу в серии БО-3. 1.67 на Фурию, с учетом того, что последний оверпасс, больше букмекер верит в бразильцев. Но на виндстрайк коэффициент немного поинтереснее. Но, опять-таки же, это ваше решение. Благо, есть у ESB замечательная функция страховки своей ставки. Ну что ж, друзья, начинается 13-й раунд. Опять же, пока все очень одностороннее. Тут вторая половина, судя по всему, будет короткая, если сейчас хоть что-то не выжмут Фурия. В этих последних раундах отличный момент Смоук от Вейлендера. Очередной минус Сауга. Выпад от АВП. Квик прикрывал также здесь в коннекторе. Ну и поджим с бэковров также проходит. То есть одновременно, ну, очень много вещей сделала уже команда виндстрайк. Так, что же делать Фурии? Они не справляются с этой ранней агрессией. Каждый раз теряют на центре игрока, но и дальнейшие поджимы, опять-таки же, приносят плоды только виндстрайкам. Вот, опять же, вся игра строится как раз-таки на каких-то контрагрессивных действиях со стороны команды, которая обороняется. То есть они пытаются рушить атаки Фурии до их начала. Да, там чуть Норберту не повезло, он там немножечко спалился, там немножко тайминг случился. Мог и оставаться, дождаться соперника, но вроде бы разошлись. Да, ты абсолютно прав. Если в начале Фурия летела и играла свои раунды, то вот как-то это быстро закончилось, и уже виндстрайк просто играет свои раунды, находясь в защите. Вот какой-то бред происходит. Но это должно радовать фанатов команды виндстрайк, а вот Фурия должна призадуматься. Тоже пик сегодня не очень хорошо идет, атака страдает, выход на Б. Ну смотрим, пока есть большинство, но ненадолго уже моментальный переворот Винник Сирата и 3 в 2, 2 АВП у виндстрайка. Так, ну что, большинство, установленная бомба. Наконец-то появляется действительно хороший шанс для Фурии зацепиться за второй раунд в первой половине, но минус от Бумыча. Хорошее начало этого убивания, 2 АВП. Была инфа по пленту, вот искали, искали его вдвоем. В итоге выпал все-таки Винни с ковровой и дал минус. Сейбл наконец-то также кого-то убил. Знаешь, бесстрашные ребята из Виндстрайка, будучи с двумя снайперскими винтовками, не стали менять девайсы, просто пошли до конца с АВП. Ну, попытка не пытка. Деньги были еще на один раунд, уже решили ва-банк в очередной раз сыграть. Знаешь, вот как бы Фурия не зацепилась за оставшиеся два раунда, не сделала счет 11-4, и в защите показала такой же железобетонный диффенс. Ну, давайте посмотрим. Важный раунд, опять же, теряются девайсы ребята из Фурии, у них все очень печально по экономике. Ну что же, Винни забирает Бумыча, да, ответ от Норберта. Бумыч, кстати, пошел там яму поджимать в упор. И был немножечко наказан. Возврат от бразильцев, мы видим, как пробегают игроки по респауну, уже есть игрок в коврах, видимо, три яма. Так, ворды дит, и опять-таки же тайминги, кто кого переиграет в этом моменте. Ошибка от Гоши, ну, не ошибка, тайминги. Гоша проверял ковры, никого не заметил, в ту же секунду появился бразилец. Ужасный тайминг. Это большинство для команды Фурия Спортс. Выход на плент, и если грамотно бразильцы распорядятся гранатами, то раунд должны забирать. Вот из этого тайминга реально сейчас просто ломается раунд. Так, минус даешь в коврах, и очень сложно там зажато оказывается пленте Фурия. Минус от Эйбла, уже четвертый фраг он дает. Разыгрался по концовке Норберт, Ксерата. Ну, и тут уже Норберту очень сложно попадает он по Ксерата. Так, посмотри, как действует, но нет. Против Юриха с такой-то реакцией будет сложно. 11-3, что на последний денег нет у команды Винстрайк. Это идеальная концовка. Ну, знаешь, все было просто шикарно. Большинство. Ситуация 5-4. Остановите этот выход на базу Б, и у вас гарантированный разгром. 14-1, Фурия отлетает. Но нет, проиграли раунд, проиграли следующий, допустили парочку. Продолжили. Да, и закончились деньги. Наконец-то Фурию удалось остановить эту раннюю агрессию. И тут уже вопрос Квинстрайк. Рано или поздно у вас должна была появиться педаль тормоза, на которую надо было нажимать. Но почему-то то ли тренер, то ли сами игроки решили действовать до конца агрессивно. Мы отмечали, что вот очень важно сейчас не размазать эту концовку и до конца хладнокровно дожать соперника. Всегда можно получить камбэк, а счет 11-4 такой шальной, но и что действительно очень быстрый. Уже может быть там счет какой-то 11-9. Вот по сути Фурия цепляется за пистолетный, забирает первый оружейный. И это уже 11-7. И вот казалось бы колоссальное преимущество превращается в ничто. Второй оружейный, еще один экономический. И вот те 11-9, о которых я говорил. Ну ладно. В общем-то это все равно так тяжелая работа за защиту. Нужно также как минимум 11 раундов выигрывать. Ребятам из Фурии для победы в основное время нужно будет 12. Ну подожди, тут еще четвертый не забрали. Но Орбер сделал минус, подобрал оказать зимой. Ну все, теперь все ясно. Два пистолета против четырех полноценно вооруженных ребят из Фурии Спортс. Ну вот ошибочка от Арта. Уже там топил просто кнопку лес на соперника. Ну что, есть инфа по Ворду Диту вроде бы. Должны его ждать Джангл Ганектора. И ситуация 3-1. И смотри, бразильцы действуют агрессивно в ответ. Точно так же с позиции силы. Парный выпад, даже тройной выпад на Ворду Дита. И четвертый раунд Фурии Спортс себе гарантировал. Эйбл под концовку проснулся. Вот как раз таки его видно было, что не хватало. На протяжении долгого времени шел с одним фрагом. Потом включился. И в каждом раунде начал давать минуса. И после этого сразу же бразильцы так оп. Раунд, 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 раунд. И давайте посмотрим начало. Давай вот, если по-хорошему. Бумыч не дефьюзит бомбу в первом раунде. Бумыч не дефьюзит бомбу еще раз. Нет, Норберт не дефьюзит бомбу в ситуации 2-4, когда сделал два минуса, положили в дым. И он ее разминировал. И вот после этого, глядя на счет 1-1-4, мы отнимаем где-то раундов 6. И ты имеешь уже абсолютно другой счет. 10-5 в лучшем случае для винстрайк. В лучшем случае. Да, если бы не все эти раунды, здесь можно было и вообще проиграть половину по счету. Ну классно там все равно вот этих первых пяти раундов, эти моменты. Это было шикарно. Ну действительно, мы требовали зрелища. Мы действительно очень рассчитывали на то, что винстрайки смогут вернуться в это противостояние после поражения на своей карте. И это произошло. 1-1-4. Сторона защиты была действительно хороша в исполнении винстрайка. Осталось показать нам такую же уверенную атаку. Итак, по пистолетам вновь упор очень серьезно на гранаты в защите. От Фурии всего лишь два армора. Диффузы, Смоук и две флешки, ХАЕшка. Так, вот это хорошие новости. Арт не попадает. Но ситуацию Эйбу восправляет. Отличный минус. Квик погибает. Бомба будет установлена. Ну и непростое выбивание для Фурии Спорс. А Юрик под коврами. Да ладно, не проверили. Так, смотрим за продолжение. Минус от Норберта. 3 в 3 ситуация. Уже очень классная для команды винстрайк. Такое можно уже и дотащить. Двое выходит с долпана. Принимает Вейлендер. Ну и Норберт последний минус. Вот и еще пистолеточка заходит в винстрайк. Да уж, два пистолетных раунда, взятых на карте соперника, это залог успеха. 19 фрагов, 7 смертей, 1 ассист. Так выглядит статистика Норберта. Все было шикарно. 5 в 3 ситуация для Фурии. Знали, куда выходит соперник. Там даже по экономике все было интересно. Арт ничего не купил. У него оставалось 800. То есть там сразу авик должен был заходить. То есть вообще был план на то, чтобы взять пистолетку. Но что-то пошло не так. Ну посмотрим. У него сейчас 2700. Бразильцы проводят полный экономический раунд. Соответственно, закупаться будут в третьем, второй половины. И с большой вероятностью мы увидим снайперскую винтовку в руках Арта. Да, без сырого армора, конечно. Ну, в этом раунде все должно быть без проблем. Для винстрайк прочитали укрепление команды Фурии Спортс. Бразильцы пытались устроить засаду на базе Б. Ну, а винстрайки, соответственно, вышли на плент А. Так, ну посмотрим. Бомба так как-то неуточно выпала прямо перед всеми стволами. Сейчас нужно закидать. А гранат нет. Только не по одному. Только не по одному. Есть один дым у Вейлендера. Знаешь, именно Вейлендер с дымом в руках отправляется первый... Рашить. Да, он чувствует какую-то сверхсилу. Но я бы назвал это не сверхсилой, а это сверхразум. Когда дым в руках, бомба под контролем четырех пистолетов, которые находятся на контролевском спауне. Зачем мне дым, я пойду постреляюсь. И бац, ты погибаешь. Интересное решение. Очень интересное решение. Ну, я не знаю. Я думаю, в чате Твича ребята сейчас напишут, что это было. Суперсила или сверхразум. Так, 13-4. Ну что ж, важнейший раунд для Фурии. Абик с первым армором для арта. Вообще два смока и флешка остается на данный момент. Это минута 35. Два смока и флешка. Все, что есть у защиты. Нет диффузов. Нет Винни. Но Юрий отвечает неплохо. Так, ну что, Квик. Попытка выхода из ямы. Пока что без поддержки тиммейтов. Заметил за искрой соперника. Но минусы сделать не удалось. Так, бомба в центре. Поднимается с подвала. Также игрок. Пока что коннектор закрыт смоком. Пойдут. Да, пойдут. Видимо, была инфа. То, что красный. Но не тот угол. Да что ты делаешь, Юрий? У тебя 13 хп. И он еще два фрага приносит. Но это жесть. 4 в 2. Юрий Сантос, друзья. Это Юрий Сантос. И это действительно годный контент. Норберт и Квик. Ну, давайте посмотрим. Есть, конечно же, в теории шанс разобраться. Квик забирает красного Юрия. Ну, и ситуация 3 в 2 уже выглядит не столь печальной. Бомба на шарте. Минус от Норберта. Он продавил плент. И теперь вопрос, как взять бомбу и пройти на точку B. Нужно дождаться, видимо, Норберта. Но он заметил Арта и наступил лицом на прицел, к сожалению. Ну что, Квик против двоих. Бомбу подобрал. Забрал Лейбл. 5% здоровья. С учетом того, что он играет против снайпера, все может получиться. Да, 1 на 1. У Арта есть инфа, то, что красный. Он играет с юспом. Да, очень аккуратно. Укольчик в коленка. И это 13-5. Возможно, это начало камбэка. С учетом того, сколько девайсов потеряли в Индстрайк против пистолетов. Фурия Спортс. Ну, с большой вероятностью мы увидим экономический. 2 700, 2 500, 3 300. Могут, конечно, рисковать. Но есть ли в этом смысл? Да, нет, нет. Нет, Диглы на Дасте сегодня выстреливали. Конечно, давненько это было, но нужно показать их еще раз. Могут, могут. Хорошо вешать в предшоте Виндстрайк. Посмотрим, здесь у Арта могли быть проблемы. По голове не залетело. Все-таки пытается выйти. А вот и залетел. Ну, куда ж ты лезешь? Что-что забыл, что это матчи не смотрел с утра. Может быть и нет. Так, ну что, по-прежнему только Диглы в руках команды Виндстрайк. Эйбл отвечает. Важный минус. Вейлендер забирает Винни. Это второй, да, пришедший в окно. Так, что-то мне подсказывает, что Юриху сейчас залетит. Заметил у игрока в коврах. Эйбл очень важные фраги сейчас приносит этот парень. По-прежнему напряженка на карте Мираж. Три в три ситуация. Ну, не подобрали. Вот девайс самое главное, что там их никак не подобрать. Там нужно было либо подсаживаться. Ну, смотри, 30% у Эйбла. Ну и все, по сути, в руках Юриха. Да, Эйбл, если сейчас вот Юрий на секунду потеряет контроль, вот это и случится. Минус от Квика, но Юрий успел забрать. Шесть патронов без перезарядки. Этого точно не хватит, чтобы забрать двоих. И ошибка от бомбардиры команды Фурия Спортс. Ну, как он не посмотрел? Он должен был точно знать, сколько процентов. По идее, должен был себе выбрать угол, чтобы уйти на рлоуд. И в итоге в World of Duty 27. Гоша и Дигл, Григория, говорю, Георгия. Просто невероятно. Вот знаешь, он неоднократно делал то, что сделал сейчас. Сейчас Дигл в руках штатного снайпера команды Винстрайк только что похоронил шансы на камбэк Фурия Спортс. Просто браво. Это жесть. Я уже так смотрю, против Винстрайк, наверное, лучше брать фармганы и идти их пушить, чем вот так вот стоять с ОВП в окне и пытаться контролить, когда там Диглы. Это какой-то запрещенный прием. Ну, знаешь, все было построено на ошибках. Поджим от арта, то, что остановили Винстрайки. Шесть патронов в Ауге Юрия, которых не хватило, чтобы сделать эти минусы. Будь там полная обойма, он бы забрал двоих без проблем. Да, он бы смело зажал и все. Вот так вот просто вниз прицел, зажал. Все бы там... Он пытался что-то выцеливать, понимал, что шесть, тут два. И просто сбой системы какой-то произошел. Но это шанс потушить этот камбэк и закончить все очень быстро. Ксерата опасна. Не надо ответных Диглов, пожалуйста. Ауг принесли Ксерата. Это беда, друзья. Смог по-прежнему напрягает. Молик за спину улетел или горит? За спину. Ой-ой-ой. Так, ну что, знаешь, немного растерянно выглядят Винстрайки в этом раунде. Получив минус. Остановились. Ждут ошибки. Это Ксерата. Здесь нужна какая-то граната. Здесь Каешка. Он сам просто выпадает и дает минус. Сейчас ошибется, но... Нет, Вэйвендер не отпускает. Байса Фурия Спортс. Сплит-выход на базу Б. Сплит-выход на базу Б. Пистолеты против АК 47-х. Ну, знаешь, по-моему, Фурия доигралась. Ох, Бумыч детопил. Как-то не ожидали, да, что третий остался. И в итоге вот гранаты не применили. Могли уйти там выпустить игрока. Так, Юрих против Ворда Дита. 35 против Соточки. Ой-ой-ой. Гоша такие клатчи уже тащил. Но только что вытащил с Диглом. Теперь против него Дигл. Так, смена позиции от Юриха. Попытается удивить Ворда Дита. Но Гоша не растерялся. Бомба установлена. На Юрия близко. Ой-ой-ой. Хорошо, что Юрий. Я думал, он уже на двери. Сейчас просто ловит на перетяжке. Так. Да ладно. Нет, попадает. Попадает Юрих по Ворда Диту. И, знаешь, рано мы списали Фурию со щитов. Ответочка. Ответочка от Юрия. Также на Дигл. Так, протащили. Очень интересно этот раунд. Ну, тут все висело на волоске. Все висело на волоске. Шестой раунд для бразильцев. Да в предыдущем тоже. Там один на один. Там один шот. И все зарешало. Уже в упор сошлись там ребята. Ну, скажем так. Гоша сделал это красиво. Реально его выстрел с Дигла был, ну, тем самым выстрелом мужчины. Юрих отстрелил опять-таки же пятки, коленки. Я не знаю, что это было. Но его фраг не выглядел так эффектно. Но это было эффективно. Это то, что позволяет Фурии по-прежнему бороться на карте Мираж. Ну, Ворду Дидитом пытался даже больше не целебой раунд выиграть, а позицию пытался себя качественно занять. Ох, Бумыч, отличное начало. Если бы третьему залетело, это было бы просто невероятно. Но нет, на двоих Бумыч остановился. А что дальше? Так, ну, по арту есть инфа. Окей, смотрим за... Ну, по сути, сейчас все в руках Юриха. АК 47-й, позиция под коврами. Если Квика остановит, конечно же, если Квик будет выходить. Интересный момент. Так, Квик палится на коврах. А это значит, что, возможно, это будет точка А. Вот, учитывая, пока перетянется бомба. Это будет такой небольшой холд. Секунд 20. Тут соперник может подумать, может быть, вы перетянулись на точку Б. Но нет, вы все равно выходите на А. Это читает Юрий. Это читает Юрий. Да, браво. Агрессивная позиция под коврами. Есть минус. Ситуация 3 в 3. И там моментальный разворот. Бомба бежит по коврам. Ребята пытаются уже отцепить. Обидный промах. Это был бы очень важный минус для WorldEdit. Ну что, два шорта уже прошли. Это тоже неплохо. Ну что, теперь все в руках Сирата. Как же все меняется. Ну, Орберт зацепил шорта игрока на точке А. Тут Арту ни в коем случае нельзя было умирать. Итак. 2б. Хотя вот тут уже Юрий возвращается. Он еще... Знаешь, паузу, которую выдерживают сейчас Винстрайки. А куда двигается Юрий? Ну, если Юрий, вы прочитали, это пауза зарешала. Просто он ушел на всякий случай смотреть точку. Ну что, есть инфа по машине. Боятся кухню теперь парни. 25 секунд до конца раунда. И все-таки... Какой же минус от твоего Эндора по двоею в прыжке. К Сирата. Последний Юрий против двоих. Он вне позиции. Он только пришел в кухню. Что? Вот диффузом. Диффузов нет. Это проблема. Может быть, на пленте где-то. Но мы не обращали внимания в начале раунда. Ну, кстати, я сложно представляю, как можно проиграть такой раунд. Все под контролем у ребят из Винстрайка. И да, это жирная точка. Ворд Эдит со снайперской винтовки. Казнит последнего бразильца. И забирает 15-й раунд для Винстрайка. Вот тебе и... Сколько? 9 маппоинтов в шаге от того, чтобы сыграть оверпасс находится Винстрайка. Тут бай хороший. Ну, в общем-то, друзья, наконец-то я чувствую, что все. Я сегодня увижу матч, в котором будет борьба. Если не первый, не второй, не третий, то уж точно четвертая карта будет жесткой. Оверпасс, всем обещаю. Интересный. Борьба будет интересна. Итак, Ворд Эдит Квик по минусу. Арт Юрих уже отправились отдыхать. Ситуация 3-5. С учетом того, что два фармгана и один дигл. Ну, Фурия Спортс, ну, уже должна думать о том, как играть карту оверпасс. Особенно после вчерашнего поражения в матче с героями. Да, особенно после этой легендарной, в кавычке, атаки на точку Б. Это было незабываемо. По-моему, это единственная команда, которая проиграла за счетом 15-0 свою карту. Ну, в рамках данного турнира. И вот вдвойне интереснее, да, вот посмотреть на то, что будет на следующий день и как вот они будут отыгрывать важнейшим матчем карту оверпасс. Опять же, которую могут играть хорошо винстрайк. Действительно, будет сумасшедший матч. С удовольствием послушаю аналитиков, что ребята думают по поводу, надеюсь, последней третьей карты. Либо Фурия все-таки еще даст жару сейчас 3-5. Ну, заметь, они угадывают направление атаки, укрепляют позиции базы Б. Именно туда направляется винстрайк. Но здесь все четко. Последний эйбл. Которого заметили. Нет, не заметили. Пока что информации нет, эйбл отмораживается. Показалось, что Квик обратил внимание. Ну, знаешь, он может показать нам какой-то, ну, интересный прием. Два минуса есть. Ну, еще три. А что дальше? Еще три фуллов. UMP-шка. Шесть патронов, третий минус. А вот это уже становится интересным. Так, а как он там один оказался, а не вдвоем. Просто выйти на размен нужно было и задавить. А вот оставлять один в два на пленте Б, где тут можно побалансоваться против двух игроков, это, конечно, может быть ошибка. Да ладно? Так, квадрокилл. Есть информация по последнему, но Уэйлендер не прощает. Как же близко были ребята из Фури и Эйбл. Красавчик. 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 Красавчик.